Каждый 140-й житель Мурманской области заражен ВИЧ-инфекцией, при этом в большинстве случаев вирус передается половым путем. Чтобы узнать свой статус, достаточно обратиться в Мурманский центр профилактики СПИДа или воспользоваться услугами мобильных лабораторий. Одна из таких остановилась рядом с Арктическим университетом. У ВИЧ-инфекции нет специфических симптомов и внешних признаков. Заразившийся может долгое время не подозревать об этом. В мобильной лаборатории автобуса доверия каждый желающий может бесплатно и анонимно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, а также получить консультацию до и после тестирования. Результаты будут готовы в течение пяти минут. Стандартной процедурой для выявления ВИЧ является лабораторный тест, показывающий наличие антител, которые вырабатывает организм в ответ на проникновение вируса. Для анализа берется небольшое количество крови из пальца. Она наносится на тестовую полоску для получения окончательного результата. Основная проблема идет в том, что меняется статистика пути передачи инфекции. То есть если в начале 2000-х это в первую очередь был парентеральный путь передачи, то есть тот, кто был потребителем инъекционных наркотиков, то есть через шприц, грубо говоря, и очень небольшая доля была тех, кто получал инфекцию через половой путь. Сейчас это изменилось, по-моему, там где-то 60 на 40, сейчас половой путь передачи инфекции превалирует, и в этом основная проблема. Чтобы обезопасить себя от заражения, достаточно соблюдать простейшие правила. Использовать контрацептивы, следить за стерильностью медицинских приборов и регулярно проверяться у врача. Просто есть такие люди, которые болеют, но они не предупреждают о своей болезни, и от этого заражаются другие люди, и очень тяжело понять по человеку, болеет он или нет. В целях информирования населения распространяется просветительная литература. Все желающие могут анонимно и бесплатно пройти тест в любой больнице, поликлинике и центре СПИД.